Приветствую вас! Я полагаю, что достучаться до мамы вы сможете, точнее, только в том случае, если, например, будете говорить на ее языке, то есть, если вы постараетесь понять свою маму, постараетесь понять то, чем она живет, постараетесь увидеть то, что ее беспокоит, постараетесь говорить на том языке, который ей понятен, и на языке ее чувств. Вот. Потому что сейчас, вот сейчас, то, что вы делаете, ну, сейчас то, что вы делаете, выглядит так, как будто вы просто пытаетесь, знаете, эм, не знаю, эм, перетянуть, эм, перетянуть, эм, одеяло просто вот на себя, да, и все, соответственно. То есть, я, как бы, не вижу в этом, прям, ничего такого плохого, в том, что, эм, в том, что вы хотите перетянуть одеяло на себя, вот. Я в этом, прям, плохого, так, ничего не вижу, но я могу сказать, что вы с мамой явно друг друга не ощущаете, вы с мамой явно друг друга не чувствуете, вот. И, ну, в частности, вот, ваша мама, она, эм, вас не чувствует, а вы не чувствуете ее. И это, конечно, это, это очень, эм, болезненно, это, конечно, очень неприятно, но, э, вашу маму вам, э, нужно, э, расположить к себе. Это первое. Второе. Эм, второе. Эм, второе. Для меня не очень, эм, понятно, почему вы, эм, ведете себя с ней так, эм, как будто вам, вот, знаете, эм, прям, чего-то не хватает, да, то есть вы ведете себя с ней очень неуверенно, вы ведете себя с ней, э, с точки зрения, э, спросителя. То есть, вот вы пишете, значит, моя мама, моя мама работает учителем, она много времени проводит с чужими детьми, а вы? Как время вдвоем проводите вы? У вас есть, э, свои друзья, у вас есть свои, э, увлечения, у вас есть, э, свои интересы, у вас есть, э, то, к чему, к чему вы, э, ну, например, э, стремитесь. Если у вас есть, э, хобби у вас есть, э, вот, вот это все, вот. То есть, э, мне кажется, мне кажется, что, вот на это вам, э, можно и нужно обратить, э, э, свое внимание на эти вещи. Вам нужно обратить свое внимание, свое внимание, вот. Потому что, э, вы говорите о маме, да, вы говорите о маме, и, вас, э, в принципе, можно понять, да, можно понять, э, э, что вам, э, ну, неприятно, э, может быть, э, может быть, э, болезненно, э, вот. Но у мамы своя жизнь, может быть, она таким образом реализуется в своей профессии, или она, может быть, думает, что реализуется таким образом в своей профессии. То есть это на самом деле не столь важно, гораздо важнее, гораздо важнее то, что вы от нее требуете. То есть гораздо важнее то, как вы себя с ней ведете, это гораздо важнее. Это гораздо важнее то, чего вы от нее хотите и может ли она вам дать то, что вы от нее хотите. Вот это гораздо важнее, на мой взгляд, и это то, что нужно исследовать. То есть я здесь сейчас вот говорю на полном абсолютно серьезе, я говорю абсолютно серьезно, и я надеюсь, что вы меня услышите. Я надеюсь, что вы меня услышите, потому что это важно. Вот, я отдаю себе отсчет в том, что вы хотите расположить свою маму, но почему вы от нее вот ждете чего-то, да, почему вы от нее чего-то ждете, и такое ощущение, что как будто требуется. Вот это, на мой взгляд, очень серьезный вопрос. То есть вам чего-то не хватает сейчас. Вам не хватает маминого внимания, вам не хватает маминого совета, но почему, как такое возможно стало. Вот. То есть вы ведь достаточно уже взрослый, по идее, человек. Вот. И мне кажется, что этот момент нужно исследовать. То есть исследовать чего вам не хватает. Исследовать то, какие у вас есть, ну, противоречия, например. И как и что вы делаете для, например, решения этих самых противоречий. Вот. То есть вы сравниваете себя с другими людьми, с другими детьми, например. Очень важно понять, почему. Очень важно понять, почему вы это делаете. Почему вы сравниваете себя с другими. Хотя, ну, дети это дети, вот, как бы, да. А вы это вы. И есть, наверное, наверное, есть некая причина, по которым вы так себя позиционируете. Вот. Но мне кажется, это нужно исследовать. Мне кажется, нужно исследовать то, почему вы так вот, собственно, к себе относитесь. По сути, по сути, вы относитесь к себе обесценивающе. То есть вы себя обесцениваете. Любовь, если мама любит больше других детей, больше, чем меня. То есть это фига. Это идёт сравнение. По факту. Потому что, ну, любовь не может быть больше или меньше. Любовь, она для каждого своя. Так. Каждый раз, когда она хочет поговорить со мной, она начинает говорить только про других детей, которых обычно... Но она и говорит о том, что её волнует. А вы её, в этом смысле, получается, ну, в этом смысле вы её, получается, не понимаете. Вы её, в этом смысле, получается, не, ну, не слышите. Вот. Ну, ну, так вот это выглядит, по крайней мере. То есть вы не слышите того, что она пытается вам сказать. Аммммм, да, вас эммммм, до ... донести, вот. Опять же я вас не обвиняю. Ни в чём. Вот. Сейчас у меня нет какой-то цели вас обвинить. У меня есть цель, может быть, показать вам, как обстоят дела сейчас. Вот. Мама говорит о том, что её волнует, что её беспокоит. Вы её, получается, не слышите, вы хотите чего-то другого. Вам, ну, вам выносит в чём-то другом, но не очень здесь понятно, насколько вы это выражаете и выражаете ли вы это, то есть, говорите ли вы ей, что хотите, говорите людей о своих чувствах с одной стороны, и есть ли у неё ресурс вашего чувства понять, например, и принять с другой стороны. То есть, есть такое ощущение, что она просто-напросто не может этого сделать. Есть такое ощущение, что она просто-просто не может, ну вот, принять то, что вам, не может дать вам то, что, то, в чём вынуждают, к примеру. Вот. Если это так, то нужно понять, почему у неё нет ресурсов для этого. Вот. И, соответственно, опять же, дать ей живую и обратную связь. При этом сперва разобраться с вашим противоречием. Потому что с вашим противоречием проистекает, понятное дело, из отношений с мамой, это понятно. Вот. вот. Но. Не совсем понятно, как это, вообще говоря, стало возможным. То есть, как это, вообще говоря, образовывалось такое восприятие себя у вас. То есть, как давно, например, вы, допустим, сравниваете себя с другим, как давно вы считаете, что любить можно по-разному. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот. То есть, эти вещи, их нужно преследовать. Конечно же. Вот. Потому что это мешает вам, вам это очень сильно мешает, принять маму такой, какая она есть. и вам это мешает откликаться на ее, естественно, чувства, на ее эмоции, на ее переживания какие-то и бак-бак. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь и что я хочу сказать. Дальше. Она спрашивает обо мне только после того, как я напомню ей о ее чрезмерной увлеченности чужими детьми. А вот кто, что определяет вот эту вот историю, да, когда есть чрезмерная увлеченность? То есть, вот, как определить, как определить, чрезмерная ли увлеченность детьми у нее или нет? Вот. Кто определит этот момент? Этот, ну, кто определит этот момент? Вы определите момент. Вы можете определить, когда увлеченность чрезмерная, а когда нет, допустим. Я боюсь, что вы не можете этого сделать, потому что вы, ну, чересчур, ну, чересчур заинтересованы. Ну, вот, в процессе вы чрезчур увлечены процессом. То есть, вы слишком эмоциональны здесь и ваши эмоции, они мешают обвинить, ну, здраво ситуацию. Поэтому вы не можете этого сделать. Вы не можете этого сделать. А кто может тогда? То есть, на каком основании вы даете оценку, что вот это, ну, вот это увлечение, да, оно чрезмерное. На каком основании? На основании того, что вы чувствуете себя обиженным. Я могу вас понять. Но это не означает, что мама действительно чрезмерно увлечена. Может быть, она и увлечена чрезмерно. Но это может определить только она сама. Не вы. А она сама. Понимаете? Какая штука. И до тех пор, пока вы оцениваете, стараетесь оценить ее, оценить свою маму, ну, ситуация хорошей не будет. А дальше. На мои вопросы, почему ты так их обожаешь, почему ты не интересуешься мной, видите, это обвинение. Это обвинение. Вы не говорите о том, что вы чувствуете, что вам хочется. Вы обвиняете ее. И она, естественно, говорит, что ты преувеличивает вас. Это ее защита. Меня уже раздражают эти дети. Чем? Давайте поисследуем ваше раздражение. Чем вас раздражают дети? Я даже сказал ей об этом, вот я слышу, благодаря этим детям у нас есть деньги. И это правда, как вы понимаете. Но вы не пишите о том, как вы вас приняли. То есть то, что она сказала. Вот. Опять же, раздражение это не совсем ваши чувства. Понимаете? Раздражение это не совсем ваши эмоции. Раздражение это не совсем, мне кажется, то, что вы чувствуете. Понимаете? Мне кажется, что здесь может быть и есть что-то еще, помимо раздражения. Вот мне так кажется. Понимаете? Какая штука. Мне так видится здесь. Вот. То есть вы не находитесь в контакте с собой. Пытаетесь оценить то, что делает ваша мама. И мама, соответственно, не находится в контакте с собой. И она просто пытается как-то вот, ну, как-то, я бы сказал, обесценить, что ли, то, что она делает сама, в первую очередь. И, значит, обесценить то, что, ну, что чувствуете вы. Потому что ей в таком случае придется что-то менять, да, и в таком случае придется что-то корректировать. А она этого, этого, очевидно, не хочет. Вот. Ну, то есть ее, конечно, можно понять здесь, но, как бы, мы же здесь не совсем для того, чтобы понимать ее. Да, я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь, мы для того здесь, чтобы разобраться в ситуации. Вот. Капору вы описываете. Не так давно она начала общаться с учениками по телефону, давая им какие-то жизненные советы, они сами ей звонят. Когда мне нужен какой-то совет, она начинает все остаются такие, все против меня, в итоге никакого совета я не слышу. Но я вот скажите, а почему вы , 18 лет, проседете от мамы советы? Вот, это первое. Сюда, опять, вот и вии друзья, у вас есть свое увлечение, у вас есть своя жизненная цель. Мне ощущение, что вот вы к маме слишком при tiresome. И ещё раз, вы не говорите на языке своей мамы, когда пытаетесь, например, её обвинить в чём-то, в чём-то. Так, дальше я просто не знаю, что мне делать, как я могу до сейчас, когда мама сказала, почему она так себя ведёт. Нельзя однозначно ответить на этот вопрос, не зная вашей мамы. То есть, очевидно, что нужно сделать анализ более полный, хотя бы пообщавшись с вами, чтобы больше информации получить о вашей маме. И тогда можно будет что-то сказать. Сейчас это просто ваше видение, эмоциональное видение. Вот, и к чему всё это приведёт, можно будет ответить, только проведя работу и с вами, и, возможно, с вашей мамой, которую вы можете направить к психологу, аргументируя это беспокойством, тревогой именно своей. Хотя бы на один-два раза. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok